Прогуляться по ленинским местам и историческому центру интереснее с опытным экскурсоводом. Свою квалификацию в первый экзаменационный день подтверждали 28 экскурсоводов. Пройти такую аттестацию теперь обязан каждый гид. С 1 июля 2023 года проводить туры без лицензии будет запрещено, согласно изменениям федерального закона об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Сейчас регионам дано право провести заранее эту процедуру аттестации, а соответственно соискателям по желанию выйти на эту процедуру, пройти тестирование и получить карточку экскурсовода. Такой закон – одна из мер борьбы с фейками и распространением ложной информации. Отследить, что рассказывает каждый уличный экскурсовод, сложно. Да и стать таким гидом фактически мог любой прохожий. Помимо фейков, экскурсовод с улицы может быть и мошенником, который хитрым способом прикарманит ваши денежные средства. Теперь же без лицензии и аттестации проводить туры по улицам города будет невозможно. Опытным гидам пройти экзамен не очень сложно. Этот экзамен состоит из двух частей – тестирования и, собственно, устный экзамен, на котором мы будем представлять свои городские экскурсии, отстаивая право рассказывать гостям и жителям нашего города о его истории. Экзамен достаточно сложный. В нем пять вопросов, которые, в общем-то, полно отражают все аспекты деятельности экскурсовода. Учитываться будет и этика общения, и методика подачи информации, и фактическая составляющая материала. Проверят гидов и на знание краеведения. В экзамене только те вопросы, которые должен знать каждый экскурсовод. Не только прикрепленный к музее, но и самозанятый. Есть список вопросов, которые обязаны все знать, ответы на которые должны знать. Краеведение – это основа. Так как не все экскурсоводы ведут экскурсии в рамках своего музея, а более широкий профиль – это все-таки и работа на периферии, где-то в области. Поэтому они обязаны знать и периферийную историю, и историю всей Ульяновской области. Оценивали ответы аттестуемых комиссия из экспертов, представителей региональных туроператоров, образовательных организаций, которые осуществляют подготовку экскурсоводов, а также представителей музея и некоммерческих организаций, осуществляющих туристическую деятельность. Тем, кто успешно пройдет экзамен, выдадут нагрудную идентификационную карточку и аттестат экскурсовода со сроком действия на пять лет. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.